Всем привет, с вами Прио. Ни для кого не секрет, что в дополнении Shadowlands нас будут ждать Ковенанты. Ковенанты — это новая система, довольно-таки интересная для нашей любимой игры World of Warcraft. Четыре Ковенанта, разные по своей структуре, которые обитают в разных локациях, ну и которые имеют разные боевые способности. Собственно, есть способности общие и есть способности, которые отличаются для каждого класса и для каждой специализации. Очень много вопросов возникает у людей во время стримов, даже мне частенько задают вопросы, мол типа «Макс, ты вот играешь на ДК, ты будешь стартовать ДК?» Я говорю «Да, я буду стартовать на ДК». Я даю обычный ответ на текущий момент, что многое еще поменяется, и это правда, реально многое еще поменяется касательно Ковенантов. И то, что лучше всего смотреть эту информацию за несколько недель до выхода Shadowlands. Но с целью того, чтобы немножко уменьшить количество этих вопросов, с целью того, чтобы вы сами могли ознакомиться с информацией касательно Ковенанта своего класса, я делаю этот видосик. И сегодня на примере одной интересной таблицы, а даже не одной, я немножко обманул, на примере двух интересных таблиц мы все рассмотрим. Первая табличка открыта, и давайте рассмотрим ее. Собственно, что нам тут указано? Нам указана самая простая информация насчет того, что какой Ковенант является бисовым, какой Ковенант является хорошим, какой Ковенант является средним, какой Ковенант является плохим, и какой Ковенант является вообще трешовым, то, что он нуждается в реворке для того, чтобы, ну, хоть где-то быть нужным. Также написаны некоторые заметочки, написано, кто занимается этой таблицей, и далее расписана абсолютно вся информация касательно того, почему какой-то Ковенант хорош, для кого он хорош, где он может идеально использоваться, и все такое прочее. Эта табличка была последний раз обновлена 7 сентября 2020 года. Это автор, передан, решеточка 2316. Если мы откроем вторую табличку, то точно такой же автор, но табличка обновлена 2 октября 2020 года. Знаете, первая табличка мне нравится намного больше, в ней, скажем так, проще ориентироваться, и она красивее выполнена. Первая табличка, да, она реально лучше, вторая, она как-то проще, как-то дефолтно слишком выполнена, но, в принципе, с целью того, чтобы абсолютно все быстренько глянуть, пойдет. Само собой, нужно рассматривать свежие данные, поэтому мы будем рассматривать вот эту вот вторую табличку, которая открыта на текущий момент времени. Да, тут есть изменения. То есть, например, если ковенант Кири в первой табличке был трэшовым для всех специализаций ДК, то, например, конкретно тут, для Блада, Кири являются уже хорошим ковенантом, а, например, для Фрастая Анхолика этот ковенант является средним. Также, если изучить полностью эту вторую табличку, то можно увидеть некоторые интересные данные и некоторые интересные подсчеты. То есть, например, касательно усиления 8%, написаны различные даты, то есть, когда, какой апдейт произошел, то есть, на чем вообще основано вот это расположение ковенантов, скажем так. То есть, например, почему для ДХ Абисом являются винтиры. Все это абсолютно расписано. Увы, мне просто лень это переводить. Я думаю, воспользуйтесь любым переводчиком и глянете для себя полностью всю эту информацию. Для ДК, да, феечки, прикольно. Почему бы и нет? Все хотели идти к некролордам, в ковенант некролордов, по итогу пойдут к феечкам. Весело, забавно, классно. Что касательно других классов. Подруидом все расписано, являются даже некоторые ковенанты плохими. Для хантов все расписано хорошо. Для магов довольно-таки неплохо все расписано. Для монахов тоже. То есть, тут получается БМ это Брюмастер Монг, танк. МВ это Мист Волкер, хил. ВВ, Винд Волкер, это Танцующий с ветром. Далее, присты абсолютно все расписаны хорошо. Паладинчики, разбойники-шаманы, варлоки, вары. То есть, все идеально, все замечательно, все хорошо. Если прочитать информацию касательно обновлений ДК, так сказать, бонусная заметка, которая обновлена 2 октября 2020 года. Автор просто-напросто пишет о том, что, признаюсь, я ошибался насчет ковенанта Кири, насчет их способности. Хоть и для Анхолика и Фроста это не так плохо, но и, конечно же, нехорошо. Касательно Блада все намного, скажем так, сложнее. Я не уверен, что могу сказать, что лучше на текущий момент. Вот, винтиры или ночные феечки, ночной народец. Но то снижение дэмэджа, которое происходит, оно выглядит довольно-таки мощным. Оно может быть довольно-таки мощным. И при условии, если вы сможете перебрасывать это между несколькими целями. Ну, то есть, эффект ковенанта, скажем так. Чтобы определить точный рейтинг для Блад-специализации, то есть для танка, необходимо провести дополнительное тестирование. На данный момент он просто-напросто перемещен в список хорошего. Ну, то есть, it has been moved to good. Это надпись имеется в виду. То, что на текущий момент перемещен в статус хороший. Поскольку я просто-напросто считаю это справедливым. Способность некролорда значительно более полезна в PvP для ДК из-за грипп-эффекта. Ну, там имеется эффект у некролордов такой, что можно гриппать довольно-таки часто какой-либо таргет. И то есть, это предложение просто рассказывает нам о том, что, да, некролорд-абилити довольно-таки интересно в PvP для ДК за счет эффекта притяжки, гриппа. Называйте, как хотите, абсолютно. Вот. Но она может быть довольно-таки пагубной в Mythic Plus системе. Поскольку может случайно привлечь дополнительных мобов. Хотя недавно он был улучшен. И еще неизвестно, улучшит ли это его действие. Ну, то есть, спасибо Google-переводчику огромное за предоставленную информацию. Как-то так. То есть, можете попереводить всякие заметочки. И понять для себя вообще в принципе, то есть, что, почему, из-за чего, как и из-за чего какой-то ковенант является бисовым, какой-то является плохим. То есть, все-все-все абсолютно можно почекать. Ссылочку оставлю в описании. И помните, что все еще может поменяться. И может быть, в какой-то момент даже появятся различные интересные другие ссылочки для того, чтобы смотреть информацию касательно ковенантов. Как говорится, поживем, увидим. Все ссылочки есть в описании. Берегите ноги, мойте руки. До скорого.